Добрый день! Это анекдот-клуб «Нехмурые люди». Кстати, Евгений, а ты знаешь, как определить, что человек полон жизненного опыта? И как? В начале любой речи он говорит «это как в том анекдоте». Ну что ж, Сергей, вот сейчас мы и посмотрим на ваш жизненный опыт. Мы начинаем! Это «Нехмурые люди». Изя, я умоляю тебя, вообще не трогай, у меня нервы наклины. Не трогай меня, пожалуйста, вообще, не приставай. Да пошел ты! Да сам ты пошел! А если ты такой нервный, забежись к психиатру! Ну что ты, маленький урод, все платишь? А ну заткнись, скатинь! Я толкаю дверь, она не откроется, а на двери зловещина, пизда. Говорит, мужчина, вы в таком виде пришли в театр. Мы в таком виде не пускаем в театр. Девушка, я не могу взять вашу шубу, у вас петелька оттуда. Если часто смеяться, то на лице появляются морщины. Даже собака, которая слышала шутки Олега Акулича, может легко превратиться из добермана в шарпея. Олег Акулич! Этот человек родился 1 апреля. Получается, что он юморист только по паспорту. Святослав Ещенко! Этот человек, когда родился, не плакал. А сразу пел частушки. Николай Бандурин! Но скажу вам, что про это я не буду петь куплет. Триапа! Та-да-да-да! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Если этот человек улыбается, значит, он либо вспомнил анекдот, либо забыл, куда спрятал заначку от жены. Александр Андросов! Вот она, вот она! Человек, который всегда радуется осени. Потому что это значит, что к лету худеть уже не нужно. Евгений Никишин! Никишин! Человек с хорошим чувством юмора, но с сомнительным чувством такта. Сергей Писаренко! Да-да-да! Латвия женщина! Шарик, шарик, шарик! Шарикас! Эстонец едет, значит, в поезде, а жена у него, он такой спокойный, а жена такая сварлила, долбит его, ты тюфяк, ты ничего не умеешь в жизни вообще, как я с тобой живу, ну просто, мужика изводит. А он такой сидит, терпит. А напротив сидит мужчина, он говорит, можно вас на минуточку? Отводит эту эстонцию в коридор и говорит, слушайте, я семейный психолог. Вот мы можем сейчас доехать до Таллина, я могу устроить вам встречу, сделаю вам скидку, мой сеанс стоит 500 долларов. Тот говорит, не надо, на следующей станции ее за 100 долларов убьют нафиг. Написано, говорите, скорой помощи в Эстонии. Время лечит. Что, говорит? Время лечит. Какой, говорит, праздник лучше, говорит, у вас, говорит, секс или Новый год? Он говорит, конечно, Новый год, он чаще. Доктор, у меня нервы в последнее время, не к черту нервы. Пять капель валерьянки на стакан коньяку и нервы, как канаты. Кстати, про нервы. Изя, я умоляю тебя, вообще не трогай, у меня нервы наколены. Не трогай меня, пожалуйста, вообще не приставай. Я говорю, Софочка, Софочка, я вообще молчу абсолютно. Я так и знал, что тебе все равно. Разговор двух мужиков. Да пошел ты! Да сам ты пошел! А если ты такой нервный, запишись к психиатору. Сходи к нему на прием. Я вот и записался. Сижу, что у этого балбеса где-то он шляется. И ничего, я не балбес, опоздал немножко. Заходите в кабинет. Ну что ты, Лариска, ты была у психиатра? Да. Что он сказал? Психических отклонений нету. Просто веселая дура. Ну что ты, маленький урод, все платишь? А ну заткнись, скотина! Что ты за размехался? Все, блин, распасть... А вы точно детский психолог? Блондинка-блондинка тоже приходит к психиатру. Говорит, доктор, я не знаю, как мне быть. Я не знаю, как мне быть. У меня постоянно снится один и тот же кошмарный сон. Я не знаю. Он говорит, ну подождите, успокойтесь. Расскажите мне сон ваш. Что там, в чем кошмар? Он говорит, понимаете, я нахожусь в каком-то темном погребе. Все время в этом темном погребе. Я толкаю дверь, она не откроется. А на двери зловещая надпись, зловещая надпись. А что написано? На себя. Мужчины с ребенком идут. Не сюжим, со своим ребенком, с сыном. Мужчина идет, значит, прогуливается. Губи мороженое, ну куби мороженое. Ну пожалуйста, ну губи мороженое вкусное, такое замечательное мороженое. Я хочу мороженое. Я тоже хочу мороженое. Но деньги есть только на водку. Папа, купи пиво. Молчи сыном. Папа, купи пиво. Папа, купи пиво, я же вижу, как тебя хреново. Приходит к гинекологу, забросывает ноги, он садится напротив и говорит выше выше да куда еще выше гинеколог выше у нас парикмахерская талант-шоу мега популярный музыкальный проект и звукорежиссер пригласил свою девушку посидишь за пультом посмотри что это вообще я тут самый главный что ты гонишь ну какой-то главный смотри тут какие таланты а жюри какие звезды в жюри сидят говорит вот а ты кто ну ты простой звукорежиссер ручки двигаешь на пульте он говорит не скажи вот певица поет вот не поет когда в кино оператор смотрит так что-то не кадр не нравится вот это дерево спилить а куст перенести и дом на три метра отодвинуть слушать а может просто камеру перенести ну или так это просто не 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 я просто напомнил мне тоже старый советский анекдот про сталина который пришел смотреть новую постановку где участвует персонаж его сырье он сталин он посмотрел как вам постановка очень талантливая постановка только вот этот актер очень сильно похож на товарища сталина двух товарищей сталиных бить не должно одного раз стрелять и оси встреч а может просто ему укоротить усы или так это мужчина в таком виде пришли в театр мы в таком виде не пускаем в театр да а он его то впустили он артист ему выступа про театр про театр про театр про театр а послушайте послушайте вчера видели вашу дочь в театре она так кашляла так кашляла Чего заболела? Не, у нее просто новое платье. Папа, купите мне новый ноутбук. Не, ну куда, дочка? Эти гаджеты, вы в них сидите, будешь торчать опять, ничего не будешь делать, только сидеть в этом ноутбуке. Ну ладно. Можно я тогда пойду сегодня к подруге с ночевкой, там сегодня праздник, Колька из тюрьмы вернулся. Какой ноутбук взять тебе? Праздник, напомню, я тоже. Это, говорит, приходит такой, ну, обкуренный парень, значит, стучит в дверь, там мать открывает его друга, он говорит, Коля дома? Она говорит, нет, он на дне рождения. Опа, а где это дно рождения? Мы опять к наркоманам вернулись, я чувствую. В театру опять, значит, дама такая в шубе забегает в театр, опаздывает, значит, выгодит гардеробщица, снимает, значит, шубу отдает ей, она, говорит, берет, говорит, девушка, я не могу взять вашу шубу, у вас петелька оторвана. Говорит, как, ну, извините, уже 19.07, сейчас уже спектакль начнется, ничего не начнется, вон вся труппа сидит и пришивает себе петельки. Девушка, девушка, номерочек не дадите? Я незнакомым номерки не даю. А не слишком ли ты дерзкая для гардеробщицы? Позапрошлый век маленький периферийный театрик премьера дают Гамлета. Битковой аншлаг, третий звонок, медленно расплывается занавес, в гримёрку врывается исполнитель главной роли. Так, опять опоздал! Быстро, быстро! Гримчик, 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 тончик-тончик, ролику, ролику, ролику. Ого, в стихах! Меня лётала. Действие, и вдруг посреди действия вскакивает человек и кричит, врач! Есть в зале врач! Господа, нужен врач! Где врач? Кто-то, кто-то... Да-да, я-я, я врач. Коллеги, почему мы должны смотреть этот бред? Слушайте, анекдоты, это, конечно, хорошо, но наверняка у людей, связанных с театром, есть какие-то истории из театральной жизни. Сельские гастроли подойдут? В лёгкую! Сельские вообще лома! Я в юности играл в Воронежском драматическом театре. Ну и летом поехали мы на сельские гастроли. На автобусе, по-моему, он был единственный тогда в театре, Кубань. Две двери, значит, одна водительская, а с другой стороны для пассажиров. Одна единственная дверь, он такой, а он как единое целое, вот этот автобус, дыр-дыр-дыр по кочкам, значит, и вдруг мы куда-то после, если я не ошибаюсь, ну, по два спектакля в день точно был. По сёлам, то есть, я там, не знаю, там суббота, воскресенье, да, и днём, и вечером в сельских клубах. И мы какой-то едем по просёлочной дороге, слева лес, справа поле, и туман очень сильный опустился, и мы заблудились. Соответственно, навигаторов нет, ничего нет, тогда ещё было вот. Село называлось Елань-Колено, в которое мы должны были заехать. Как? Елань-Колено. Елань. в местную гостиницу с туалетом на улице деревенской. Тогда такие были там в районах гостиницы. Значит, едем, и, а всё уж там, приняли немножко, ну, что, в дороге после спектакля, да, не приняли только два человека. Это водитель, соответственно, и постоянно переживающий администратор Арнольд Яковлевич. Он говорит, вы что тут смеётесь, травите анекдоты? Мы заблудились. Как нам найти эту Елань-Колено? Что вы меня никто не поддерживаете? Ну, может, этот едет в тумане, а у нас водитель был интересный, он всё время в меховой шапке ездил, даже летом. Вот. Какой националист. И почему-то, когда он остановился покурить, он её снял. А попросил-то его, собственно, Арнольд Яковлевич остановиться. Он говорит, остановись! Я спрошу у мужика, куда, какого-нибудь мужика? Какого мужика? Час ночи, где здесь? Может, кто-то там люди там ходят? Это не в сказке сказать, не пером описать. Он останавливается, паркуется возле леса, и водитель снимает свою шапку, идёт покурить. Арнольд Яковлевич выходит из пассажирской двери, обходит этот автобус, и в тумане говорит нашему водитель, мужик, как проехать до елань коленом? Что ответил водитель? Где моя шапка? Водитель, кстати, ничего не ответил, он так на него посмотрел, а мы все просто упали. Помните, те вот эти вот агитбригады или концертные бригады по колхозам, которые ездили в советское время? Я ездил сам. Да, и в составе всё время обязательно должна была быть какая-то народная певица, ведущий какой-то, консерансье, мастер разговорного жанра, и может быть какой-то танцевальный коллектив ещё. И вот нам тоже кто-то из старшего, так сказать, состава актёрского говорил, что вот в такой команде они поехали в колхоз, и была народная певица, такая очень дородная, и когда они приехали в клуб в колхозе, она говорит, вы знаете, у нас нет туалета в клубе. Говорит, мы вам, говорит, поставим ведро за кулисами, поставим за задник, мы поставим ведро. И все говорят, ну, да, собственно, а что, привыкать, что надо, в конце концов. И эта певица, у неё такое огромное платье, вот этот вот подол вниз, огромнейший такой. И она ему говорит, голубчик мой, где у вас это ведро стоит? Покажите мне, что назрела ситуация в нашем концерте. Она говорит, Он говорит, пойдём его там. пока ведущий тут немножечко поэт, и он выходит со своим монологом и начинает читать, эти кухоники. Все сидят, и он начинает его рассказывать. Всё, в этот момент певица заходит за этот задник, вот так вот наклоняются к своей юбке, поднять её, чтобы на ведро сесть, и вместе с задником, так его поднимают полностью весь, и садится на это ведро. Зал замер. Естественно, этот звук об ведро, вот, потом всё это, говорит, опускает за пять. А то, а этот звук полного кайфа, ведущий выходит со сцены, говорит, никогда ещё мне так не хлопали. Не совсем театр, это, значит, бас, видный такой мужчина, опера, опера, выходит, на утреннюю репетицию связки не смыкаются, плохо себя чувствуют, настроение плохое, спускаются ещё на царские времена, по лестнице такой, и дворник, дворник, я же, он говорит, «Ну что, Василий, как жизнь?» Он говорит, «Хорошо, Аполлинарий Парфентьевич, у меня-то всё хорошо, а у вас как?» Он говорит, «Да не звучу сегодня с утра, Васенька, не звучу. Какие новости?» Говорит, «А, забыл вам сказать, тенор из 35-й квартиры, ты помер». «Тенор помер, тенор помер, тенор помер, звучу, вообще-то звучу!» Это была реальная байка, когда, значит, Большой театр дают Хованщину, и начинается всё с арии монаха, который выходит, значит, на авансцену, а поскольку оперный хочет петь на опоре, вниз, и он подходит к самому оркестру, и говорит, «Православные, православные!» И голос из оркестровой ямы, «Товарищ певец, пойте в зал, здесь православных нет!» «Товарищ певец, это православные нет!» «Товарищ певец, как говорят доноры, которым очень нужны деньги, продолжим». «В одном театре, значит, идёт премьера, за кулисами сидит Трагик, и вдруг бешеный успех, овации, и за кулисами летает комикс, вот такое хапко-сведо, говорит, «Боже мой, боже мой, какой успех!» «Боже мой, какой успех!» «Трагик, подумаешь у вас, у комиков, успех! Я сейчас тоже выйду на сцену, покажу в задницу, и у меня будет успех!» Комик говорит, «Не будет!» «Почему?» «Она у тебя страшная!» «В опере, в опере еврейская пара, в опере смотрит Евгения Онегина, вот, а мужчинка-то стал немножко засыпать, 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 она смотрела, смотрела, ой, уже пять, он десять, пятнадцать, и она его так, «Ну что ты, пока ты спал, вон, Ленский вызов сделал Онегину!» «Да, и когда уезжает, визу дали!» «Вызов!» «Идет Евгений Онегин, и один, опоздавший, и он такой, «Поджиолетик, простите, пожалуйста, я, сейчас, 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 простите, а там, а Татьяна, а Татьяна, не еврейка, нет?» «Спросите, Ольга, а Ольга, не еврейка, нет?» «А вот, а Онегин, не еврей?» «Нет?» «Нет?» «А Ленский, нет?» «А няня?» «Да!» «Браво, няня!» «Смех!» «Я насчет зрительного зала расскажу реальную случай, тоже реальный случай, попадаю я в один уездный город, там работает мой однокурсник, ведущий актер драматического театра, он меня приглашает на премьеру, как раз совпало, администратор рад стараться, дает мне билет в первом ряду, я принимаю это, и вдруг проходит мимо прима, актриса, которая играет главную роль, и возмущенно говорит, а зачем вы ему даете в первом ряду билет? Говорит, все будут, он будет сидеть в зале отвлекать, я говорю, да-да-да, не надо мне первый ряд, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь, замешай, ну, я сначала сказал, в центр, она говорит, а что, все будут на него смотреть? Я говорю, хорошо, меня куда-нибудь, на галерку, там, в амфитеат, все будут оборачиваться? Я говорю, зачем на меня оборачиваться? Я постараюсь не храпеть, решил я пошутить, в общем, дали мне куда-то там в ложу, я спрятался, чтобы это, вот, ну, я-то, меня все это, значит, во мне клокочет, я пошел в Антракте, купил букет цветов, сам себя настраивал, что эта актриса, она волнуется, премьера, не злись на нее, не обижайся, потому что она, она как с таким гневом, все это, ну, в общем, беру этот букет цветов, и когда уже финальный поклон, я забегаю на сцену, встаю перед ней на колено, говорю, ой, отряхиваю колено, и отдаю однокурснику этот букет. И что вы думаете, она не обиделась, потому что она так хорошо сыграла, и даже на банкете, она так, мы с ней подружились, она ржала, ей трюк понравился. Однокурсник больше не работает. Однокурсник был в шоке, потому что вот этот, с этим. На сцене репетирует молодой актер, старый мэтр, и он говорит молодому, а если бы знали, как бы я хотел умереть на сцене. Молодой говорит, ну, ну, допустим, летят Шерлок Холмс и доктор Ватсон на воздушном шаре, и они, значит, сбились с пути, не знают, значит, ветер дует, и внизу мужик пасет стадо коров. И Холмс говорит, Ватсон, спросите, где мы? Тот, джентльмен, где мы? Тот ему, на воздушном шаре. Странно, говорит Холмс, с каких пор программисты пасут коров. Холмс, а как вы догадались, что он программист? Элементарно, Ватсон, на ваш вопрос. Он дал совершенно точный ответ и абсолютно бесполезный. Едет мужичок по дорожке на телеге, и вдруг сзади в него огромный джипяра бдыщ, этот кювет, лошадь лежит, дергается, мужик говорит, ну все, лежит и думает, сейчас скажу, что телега была из красного дерева, что конь был Орловский рысак, я сейчас такие деньги с них возьму, сейчас такие бабки с них возьму. Ну-ка, вылезает братва из этого джипана, смотрит лошадь, дергается на минуту, чик-чик, пф, мужик, как себя чувствуешь? Говорит, вы не поверите, лучше, чем доварить. Идет мужик по улице, в каком-то магазинчике купил два беляша, один съел, под восходом врачи говорит, у вас в беляшах нету мяса. Как нету? Ну вот нету, вот у вас второй беляш остался, ну-ка, укусите. Он укусил, видите, нету, слишком мало укусили. Ну-ка, еще раз укусите. Укусил, еще откусил, а теперь слишком много. Дворик, вот бегают дети, играют в футбол, и тетя Циля высовывает голову, говорит, Марик, срочно домой. Он говорит, мама, я что, замерз? Нет, ты проголодался. Говорит, Фима, почему ты не покупаешь мне шубу? Сарочка, потому что дорого. Фима, ну если у меня не будет шубы, я простужусь и умру, а похороны обойдутся тебе дороже. Я хожу без шубы, а эта бесчувственная тварь ходит с двумя почками. Смеетесь, смеетесь. Говорит, Абрам Семенович, сколько ложечек вам положить сахару в чай? Три или пять? Положите три, но при мне. Боря, твоя жена честная? Ну, как тебе сказать, за три года с ней жизни ничего не пропало? Рецепты, рецепты, еврейский рецепт. Значит, цельщика, бери три яйца, я возьму два, бери три, в рецепте было написано пять. Решили с женой путешествовать по миру, пока не закончатся деньги? В общем, к обеду уже были дома. Это звонок, дверь откройте, это ЧК, здравствуйте, что вы хотите? Золото в доме есть? Есть. Сколько? Килограмм сто двадцать. Несите. Циля, иди, золото, как тебе пришли. Я пришли, да, да, да. Чем отличается ЧК от ЦК? В ЦК цикают, а в ЧК чикают. Школа, учитель заходит в класс, говорит, дети, я вас поздравляю. Новый законопроект в России. В России совершенно с завтрашнего дня запрещен мат. За первую парту сидит мальчик, говорит, ну все, мама с папой вообще общаться перестанет. С вами был анекдот-клуб «Нехмурые люди». А вы знали, что когда человек смеется, он более уступчив? Поэтому перед тем, как попросить повышение, расскажите своему начальнику какой-нибудь смешной анекдот. Надеюсь, вы сегодня запомнили парочку из наших. До свидания.